Ну че, слушай, я вчера такую фишку, короче, замутила. Ну че, Сикси я, короче, накупила. Я вчера днюху вообще праздновала. Ну не свою, там, это чувака какого-то чужого. Я вообще не знаю. Да на районе, там торчали, там пивас попили, там, я не знаю, что там это все. Не много. Не, ну че, нормал, нормал. Ну не, нормально, там побухали, там че, ты знаешь. Ну а я вчера сейчас с друзьями, мы вышли, два часа хотели в клуб пойти, там потусить, короче, там че. Клубец. Ну да, 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 короче, там че-нибудь замутить такое клевое, короче. Дом пришла, че-то посидела, короче. Вот мы увидели с вами нашу реальность. И мы не берем в пример то, как говорят на периферии. Так говорят в Москве. Как вы думаете, стоит придерживаться традиций или язык, он должен развиваться? Павел Николаевич? Ну, вы знаете, конечно же, язык должен развиваться. Возьмите два гения, я в полном смысле говорю, гения русского языка. Ну, общеизвестных. Я назову их, это два имени, на мой взгляд. Это Пушкин и Высоцкий. Два гения русского языка. Один гений совершенствия, владеющий поток его слов. Вот когда читаешь Пушкина, вы по-другому даже себе представить не можете, что вот как можно из обычных слов сделать, вот просто вот льется, да? Вот ни одной заминочки. Льется и тебе приятно. Ты ощущаешь приятность своего языка. Вот красота языка. Возьмите Высоцкого, когда он из самых обычных слов создавал гениальнейшие произведения. Он сумел в слово, которое ты никогда даже не можешь придумать, что вот можно вот так его. И вдруг такое завихрение, и Высоцкий выдает тебе такое, что ты даже с ума скажешь. Вот в этом два гения русского. Но их отличает речь, слова, понятия. Посмотрите, сегодня компьютер нам принес вообще все, что связано с интернетом, с компьютером. Привнесено такое, о чем мы вообще раньше даже не могли с вами подумать. Вот блогер сидит. Если бы мне сказали пять лет назад блогер, я бы подумал, что это что-то из блоков, дом какой-то строят или еще что-то, начал бы додумывать. Но на самом деле блогер сегодня это уважаемые люди сегодня. И это правильно, кто-то этим занимается. И это очень интересно, наверное, это вызывает огромный поток самосознания. И сознание тоже. Это ведь все слова, которые к нам приходят. Плохо это или хорошо? Ха-рошо. Меня, например, раздражает, больше всего раздражает слово короче. Знаете, когда сейчас молодежь, ну ты короче, давай. Когда мы говорим короче, вот это, это, вот это, вот это, это тупик. Понимаете, тупик, когда мы хотим короче. Все сделать короче. Давайте тогда короче обратимся к нашим дебатерам сразу. А как Вы считаете, Вы согласны? Я вот согласен, например. Я считаю, что нужно различать новые слова и сленг. Потому что сленг, арго, он может быть сколь угодно старым. Допустим, какие-то закрытые общества, там, тюремные. У них вообще свой язык, у них своя нравственная система. Все. Они друг друга понимают, в обществе их не принимают и не понимают. Это не значит, что мы должны брать их язык, их слова, фени. Но есть очень конструктивные слова. Допустим, тот же блок или дауншифтинг. Виталий, а Вы что по этому поводу скажете? Я буквально несколько слов скажу. Вот по поводу, допустим, этого ролика. Вот молодой человек сказал некую речь. Его слушают. Вот скажите, если у него есть выбор сказать такую речь в таком наборе слов, либо заглядывая в словарь Пушкина, пытаться перевести свои мысли на этот язык. То есть дело в том, что нельзя в отношении традиций делать русский язык иностранным для русских людей. То есть дело в том, что, как сам Александр Сергеевич завещал, кто ясно мыслит, ясно излагает. Вот как человек может, так и говорит. И тем определяется потом его, не знаю, место в обществе, его товарищи, его перспективы. Это его жизненный выбор. Или как тот же Пушкин писал, раз по речи все спознали, что царевну принимали. То есть или царевну, либо не царевну. Да, речь человека его определяет. А он, в свою очередь, действительно стоит перед выбором, как ему разговаривать. Разговаривать ли на русском, как на иностранном, соблюдая традиции, именно соблюдая. Либо пытаться что-то воспроизвести, воспроизвести некие смыслы. Вот, коль скоро речь зашла о блогах и о блоговском языке. Ведь в чем уникальность блога, как информационной системы? Что блок имеет смысл вести только в том случае, если ты запишешь текст со скоростью, с той скоростью, с которой ты бьешь пальцами по клавиатуре. Если ты успеваешь, то есть да, ты выдаешь страницу слитного, интересного, допустим, текста за 10 минут, да, тогда это имеет смысл. При этом обязательно, когда тебе не хватает слова, ты это слово можешь придумать. Русский язык очень подвижный, у него есть свой потенциал, и словообразовательный потенциал его невероятный. Им пользовался и Пушкин, и Высоцкий, и теперь эти слова являются сквозькими. То есть, конечно, многое зависит от человека, от таланта. Я просто здесь выступаю в роли защитника новых форм и новых слов, и в каком-то смысле, как бы вынужден быть адвокатом этого молодого человека, который говорил так, как он говорил. Потому что, если бы он попытался сказать то же самое классическим русским языком, это было бы очень занудно. Девушка сказала, зануда ты, и ушла бы, и не стала бы с ним там сидеть. Так он так чуть-чуть пошел, купил, прикололся, выпил, и как-то так живенько-живенько свою бездарность прикрыл. Он имел право говорить. Спасибо. У нас, кажется, есть мнение еще из зала. Я хочу поднять другую проблему, о которой здесь еще не говорили. У нас фактически в нашу цензурную речь нецензурная брань проникает за счет того, что мы... И здесь в сюжете это прозвучало. За счет того, что мы различные слова, которые всегда были нецензурными, матерными, мы их немножко видоизменяем, там, трындец, пипец, да. Это фактически тот же самый мат, который употребляется абсолютно на легальном уровне. И еще мне очень не нравится, что, ну это, наверное, еще с советского времени пошло, что очень много действительно тюремного жаргона проникает в повседневный язык. И даже мы знаем, там, на уровне первых лиц государства, мочить в сортире небезызвестное всем. Об этом мы как раз-таки поговорим в следующей части нашей программы. Спасибо. Это дурной пример. Можно вопрос? А где? Что? Мочить. Мочить. Не надо мочить вообще. Не надо? Нет, дело в том, что на последней встрече со спортсменами наш президент тоже предложил перетасовать карты в виде чиновников, там, мутить, там, замутить, там, такие все слова, естественно, так сказать, жаргонные. Вы знаете, мне кажется, что сегодняшнее телевидение, которое мы все ругаем с вами, и готовимся, что мы его когда-то переделаем, и вот вы сегодня, наверное, пытаетесь тоже сделать эти шаги. Но ведь посмотрите, сегодня телевидение – это не журналистика, это в основном сериалы, развлекуха, шоу-программы. И о журналистике в телевидении там осталось 5-7%. Ее как таковой не существует только в информационных программах, и то там больше пропагандистского, так сказать, чем журналистского. Так вот, я вам хочу сказать, разве не оттуда, не из этих сериалов сегодня идет вот эта вот вся муть? Вот просто вот, вот, все же они криминальные или, так сказать, сусальные, да? С сусального идет гламурное выражение, с криминального идут выражения, соответствующие, о чем вы говорите. Я видела, у нас много было людей, которые подняли красную карточку, то есть за сохранение культуры. Выскажитесь, пожалуйста. Собственно, я, естественно, за сохранение культуры. Я не против за новое слово образование. Я против использования каких-то непонятных сленговых словечек из своего собственного маленького мирка в мире общем. И также против использования слов, которые несут на самом деле в себе совершенно другое значение. Вот это сейчас мой коллега поддержит. Вот за это я хочу, чтобы все-таки люди просто знали, что они говорят. Потому что те же самые простые слова «спасибо» или «безобразие» это совершенно, ну, «спасибо», я думаю, все знают. Вот по поводу «безобразия» я кому-то, может быть, новый мир даже открою. Ну, нас дальше ожидает как раз-таки карманный словарик, где мы разъясним, растолкуем значение этих слов. Еще мнение? Да, у меня есть еще мнение. Я тоже соглашусь со своим коллегой. И вот говоря с нашими участниками, вот хотелось бы задать вопрос. Если вы говорите, что у человека изначально есть выбор идти по своей дорожке, по своей личной, либо он будет за традицией, либо он будет видоизменяться, а тогда я вам задам вопрос, а как быть ребенку, который с первых своих шагов идет в социум, который, извините, но в данный момент он изменяется, и в не лучшую сторону далеко. Спасибо. Спасибо.